всех приветствую братья и сестры любовью господа нашего иисуса христа пускай бог дать мне сейчас мудрости нет не красноречия о мудрости передать то послание это слово которое богу угодно чтобы я передала пускай бог возьмет мою уставу дел чтобы мне иметь мудрость иметь благоразумие передать его слово и это будет слово к тем кто нуждается в этом слове тема будет моя дорога к богу как я встретилась лицом к лицу с отцом небесным с папочкой родным как и нашла его вообще-то как он нашел меня и как я нашла дорогу к нему какой жаждой каком какой великой жаждой я искала его эта встреча была не сразу я не молилась а не постелась о том чтобы встретиться с господом я молилась и плакала что господне не очень тяжело без тебя жить на этой земле постоянно с самого детства у меня была ужасная тяжелая жизнь невыносимая я долгие годы бедствовала страдала без жилья без еды негде было жить вот очень много страдания одним словом я прошла через ад и от прошел через меня и у меня было я увидела что у меня в это время у меня не было веры в господа хотя я из половину верующей семьи как можно сказать но у меня не было веры в господа и вот такая жизнь страдания в жизни очень многие нужды недостатки и это заставило меня вот искать господа мне было два варианта или я не могу так жить или я должна найти бога если он есть и я сильно его искала я помню это первый раз было моей жизни я точно знаю что это молитва вот который я хочу сказать она вот эта молитва она была положена в чашу и представлена к отцу престолу отца милости и благодати и по этой молитве и бог хранил меня он хранил меня когда я была в грехах когда я не взывала к нему когда я была в бедах в ужасах страданиях бог хранил меня всегда он стучал в мое сердце он выходил мне навстречу эта молитва я Мне было тяжело в тот период, сильно в жизни, и я бежала через поле далеко в лес, мне хотелось окричать к Богу. А где я могла помолиться? Везде люди. И вот в лесу я очень долго молилась, лежа на земле, кричала, взывала к Богу. Мне казалось, что листья с деревьев падают. Я так сильно взывала к Богу, Господь, если ты есть, то сотри меня и моего ребенка, чтобы нам не мучиться. Сотри нас в порошок, так как ты создал нас, так же вот сотри, как будто нас не было в порошок. Я взывала к Богу, Господь, я не могу так жить. И вот так по жизни, еще долго я жила, пока опять не пришел момент такой, когда я сильно начала горячо взывать к Богу, где я начала поститься уже 40 суток, потом молиться 40 суток, 23, 21 день, это три недели и две недели, где я взывала к Богу. И всегда говорила, если ты есть, откройся мне, возьми меня в свой удел. Я понимала, что в этой жизни у меня нет удела. Я видела, что в этой жизни у меня не было удела ни в чем. Вот ни в чем. Мне ни в чем не везло. Вот ни в чем, ни в одном. У меня в жизни не было устройства, ни счастья, ни радости. Постоянно, вот, меня сопровождали одни беды, одни несчастья. И я очень устала от жизни. И поэтому вот я так сильно начала взывать к Богу. Забегу далеко вперед. Вот почему я, вот, почему и как я нашла Господа, живого лицом к лицу, с Отцом Небесным, с Иисусом, как была вознесена на небо Духом Святым. Потому как я уже сказала, мне очень было тяжело на земле. Очень тяжело, не вносимо. У меня не было поддержки ни от кого. У меня не было друга жизни. У меня не было никого. Я не жила дома. И у меня не было никого, кто бы заботился обо мне. Кто бы... На кого я могла бы опереться. Мне пришлось самому без работы, без жилья выживать. С маленькой дочкой на руках, вот. И уже здесь, в Соединенных Штатах Америки, вот эта жизнь страдальческая, она продолжалась. Бед было еще больше. И пришел один момент, где я начала реально взывать к Богу. И хочу сказать, что... Когда я услышала, Бог дал мне встретиться... Вот, если вы слышали, есть пастыря, церковь, где проводится энкаунтер. Вот, мне пришлось поехать на этот энкаунтер 10 раз. Потому что я не понимала вообще Библию и Слово Божьего, истин. Я вообще не понимала. У меня была прошлая жизнь, очень страдальческая, в ужасах, в страданиях и в бедах. В голоде и в холоде. Много раз приходилось спать просто на улице, на морозе, под снегом, под дождем, под деревом. В холоде и в голоде, как я сказала. И это вот такая страдательская жизнь на земле. От издевательств и побоев до смерти. От множества болезней и бед. Мне пришлось реально... Вот, или я уйду с этой жизни, наложа на себя руки. Или я воззову к Богу. Если Он есть, я так решила. Если Бог есть, Он обязательно мне ответит. Я обязательно достучусь до небес. И я взывала к Богу. Когда уже больше горечи было и больше. Вот, и когда моложе была, тогда еще силы были у меня. По молодости больше сил. А когда уже с годами, вот, я увидела, что у меня нет сил бороться с бедами жизненными. У меня нет сил уже бороться. И у меня был вот два варианта. Или уйти из жизни, или найти Господа. И я искренне, реально взывала. Если ты есть, ответь мне. Я буду рассказывать, как именно я пришла к Богу. Я буду в следующих и в следующих и дальше видео рассказывать. Как я пришла, как я молилась. Как жизнь должна быть, мысли и жизнь должна быть громче наших слов. Как Бог любит искренность человека. Я буду рассказывать подробно, как я к этому пришла. Но пришел момент, когда мне было очень-очень горько и больно. Очень. Я не могла этого пережить. Меня перекрыло дыхание. Мне настолько было больно от одной ситуации. И я мысленно даже, я не могла даже молиться. Я мысленно говорила к Богу, мне так горько, мне так больно, мне так обидно. Как мне это пережить? Не могу справиться с этой болью. И во многвене ока я очутилась у кого-то на руках. И кто-то, тот, кто нес меня на руках, он сказал, я слышу голос, он говорит, я несу тебя к себе домой. И он принес меня и поставил ноги мои на твердую почву. Там нет земли, это небо. Там я увидела облака, я увидела под ногами, как такой бассейн для омовения ног. И он поставил меня в эту воду, в этот бассейн с водой и говорит, омой свои израненные ноги, ты прошла долгий и суровый путь. И я мыла свои ноги в этой воде, и я видела, как мои ноги исцеляются от ран, как раны заживают. Потом отец протянул мне руку и сказал, теперь иди, я приведу тебя в свой сад. Мы вошли в сад через арку, там нету как дверей, калитки, там была арка, как на свадьбу, вся в цветах. И мы пришли через арку, и там ангелы прилетели, они одели меня в белое платье, они принесли, ангелы служили мне, они принесли мне сандалии из драгоценных камней, они обули меня, они принесли мне венец на голову из живых цветов. И отец привел меня, и он повел меня к Иисусу, там ждал меня Иисус в этом саду. И он сказал, теперь я вас оставлю от них. И когда я смотрела в глаза Иисуса, и он рукой так протянул руку и показал на мое платье, и говорит, посмотри на свое платье. Я посмотрела, и я видела белоснежное, красивое, белое платье, белее снега, на земле нету такой белизны. И я посмотрела, и там я была молодая, ну, лет до двадцати. И я видела в глазах Иисуса слезы, и он говорит, это я своей кровью омыл твои одежды. Я отдал свою жизнь за тебя, я так сильно тебя возлюбил. И я славила Иисуса, я танцевала перед Иисусом. Мы в хороводе с ангелами танцевали, и я пела песнь, новую песнь славы и хвалы Богу. Потом я спросила Иисуса, можно я подойду к нему поближе. Иисус протянул мне руку, он обнял меня. Когда я смотрела, я спросила, я так хочу посмотреть в твои глаза. Я смотрела в глаза Иисуса. Это как по-человечески, вот мы смотрим в глаза и видим глаза. Там я смотрела в глаза, и я видела вот бездонные источники любви. Глаза там нельзя назвать глазами. Это в глазах были два бездонные источника любви. Там вообще по-другому видишь, по-другому слышишь, по-другому понимаешь. Там говоришь даже без слов, мысленно. И я славила Иисуса, пела Ему песнь, хвалы. Мы беседовали. Потом Иисус протянул руку на сад, показал мне сад и сказал, иди теперь наслаждайся в моем саду. Я ходила по саду, я кушала мои любимые ягоды. Я ходила по стеклянному хрустальному озеру. Там прекрасные цветы, я нюхала цветы. Посреди сада там я встретила дерево жизни. С детства я, как слышно, была научена от других верующих, что дерево жизни охраняется, и к нему нельзя подойти. Но я подошла к нему, к дереву жизни, я срывала плоды, и я ела. И там на небе, в этом саду я узнала, что дерево жизни – это сам Иисус. Я ела его плоды. Я долго ходила по саду. Я видела водопады, я видела источники живой воды. И мысленно я сказала, как жаль, что я не успела попрощаться с моими родными, с домашними, с моей дочерью, с моими внуками. Как жаль, что я умерла. Я знала, что я на небе, и я понимала, что попасть на небо – это после смерти. Ты должен на земле умереть по плоти, только тогда ты попадешь на небо. Когда я так подумала, я услышала громовой голос отца. Он сказал, нет, ты не умерла. Ты теперь всегда можешь приходить сюда. Всегда, когда захочешь, ты можешь приходить сюда. Это твой дом. Потом отец, он взял меня за руку, и он сказал, иди за мной. И мы подошли так, что можно было видеть вниз землю. И он сказал, посмотри вниз, что ты видишь. Я видела там множество людей, без счета, тьма людей. И они все были больные. На колясках, разного рода болезни страшные, слепые, глухие, синдром Дауна. Все болезни, которые есть на земле, там эти люди были с этими болезнями. Отец спросил, тебе жалко их, что они так страдают в болезнях, без веры в Бога? Я сказала, очень жалко. Потом отец сказал, у тебя есть два варианта. По слову моему, человека, который тебя обидел, я могу его наказать. И он понесет наказание. И проклятие своей жизни. Но у тебя есть шанс простить этого своего обидчика. Вот простить от души, от глубины сердца, полностью простить. И тогда у тебя будет доступ к этим людям, помогать этим людям, возлагать на них руки и исцелять. И говорить им о живой вере в Господа, о жертве Христа. И отец взял свою руку и вложил в мое сердце, в мою душу. И он достал оттуда боль, забрал эту боль и вытянул ее. И в это время он сказал, я забираю эту боль из тебя, из сердца, из души, я забираю эту боль. В это время я почувствовала вообще другой себя. Я считаю, что это у меня было рождение свыше. Это было другое рождение. Я почувствовала себя вообще другой, истеленной, и легкой. Полностью любовь к этому человеку, благословение. Вот я почувствовала, что я люблю своего обидчика, как Иисус любит нас, как Иисус любит меня, как Иисус любит мою дочь и меня. Вот так я люблю этого человека, этого обидчика. И я его начала благословлять и любить. И с того момента я опять очутилась в своей комнате, сидя на диване. Это не был сон. Я сидела на диване, я молилась и слушала проповедь, когда мне была эта боль. У меня есть много таких посещений на небо. Я поочередно буду их записывать. Потому что я не знаю, сколько мне тут дается минут на ютюбе. И пока я еще не выключилась. Друзья, по слову Божьему написано, что во имя Иисуса Христа мы имеем доступ к престолу Отца Небесного. А еще, когда я ходила по саду и кушала ягоды, я очень удивлялась, потому что когда отец меня принес на своих руках, вот с моей комнаты, к себе домой, и я пережила, вот, я не могу подобрать слова, я пережила, вот, родственность, я узнала, что есть родной отец. И вот когда я по саду ходила, я говорила сама в себе, как это, ну, как это может быть? У меня есть отец родной, я знаю, как это, любовь отца. И всю жизнь я понимала, что отец. А здесь это роднее. Я узнала, что Отец Небесный, Он роднее. Он, 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 Он начало. Он твой родной отец. И Он тебя поручил земному отцу. Он роднее родного отца. Он сам источник. Он сотворил тебя, создал тебя и поручил тебя отцу и матери. Он начало любви отцовской. И я была, удивлялась, я просто, как сказать, ходила в шоке и думала, как два отца. Я никогда этого не переживала, что у меня два отца. Вот там я получила рождение свыше. Там, на небе, в следующих посещениях. Первый раз, когда это я посетила небо, когда сам отец меня принес на руках, один раз меня покрывало, спустилось облачное и вознесло меня на небо. Прямо я попала в тронный зал. Я видела там многих пророков библейских, святых. Там я видела, на троне сидела папочка. Я, знаете, как молодая девчонка, лет 15, ты забегаешь к папочке, к любимому. И подбегаешь, и просто так выскакиваешь к нему на колени. Это у меня было, вот, первый раз в жизни. Я забежала в этот тронный зал золотой, где множество святых и пророков. И там отец сидел на троне. По обе стороны еще были золотые. Один трон по левую сторону, по правую трон был золотой. Я побежала как к любимому, как к родному, роднее родного отца. И выскочила к нему на колени. И сидела, и у отца в руках была чаша с вином. И он показал знак, и ангел принес мне, подал ему чашу. И отец налил мне, дал мне чашу, и со своей чаши налил мою чашу вино. Вот, и он сказал, садись рядом в этом.